Добрый всем вечер, у меня вечер, добрый всем вечер у меня, как это замечательно. Итак, нас интересует 116-й Псалом. И что замечательно с этим Псаломом, 116-й, это мы продолжаем Халлэль. И он просто замечательный. Псалом, он опять как бы распадается на две части, половину из которых иногда читают в Халлэль, а половину из которых не читают. И вот, ну давайте, вначале мы его прочтем, потом поговорим. Значит, он начинается, вот если предыдущий начинался с просьбой от имени всей общины, ло-лану, не нам, не нам, но имени твоего воздай славу, то этот Псалом, он от общества переходит на уровень час, агафти, я. Вот это я, оно как бы до сих пор не появлялось. То есть, первый раз в блоке Псалома в Халлэля речь идет от первого лица. Я возлюбил, когда Хашем услышал голос жалобы моих. Вот тут довольно важно. Пусть любил я Господа, ибо он слышал жалобы мои. Это самый простой проход, какой возможен в этой истории, потому что, вообще-то, если дословно переводить, я полюбил, что услышит Хашем. Когда, например, услышит. Но не сказано, чего полюбил, вот в чем фокус. Здесь пропущенное слово какое-то, потому что в иврите агафа – это не в современном иврите. Вот в современном иврите под влиянием английского, безусловно, но американского языка, агафти воспринимается «мне нравится». «I love it» – «мне это нравится» в американском иврите. В американском, извините, американском английском говорится. Значит, по этому поводу современный иврит, вот эту форму агафти – это, значит, «мне нравится», когда Хашем услышал мою мольбу. Для иврита библейского это очень нехарактерное действие, очень нехарактерная форма, потому что агафа, она всегда на что-то должна направлена, то есть агафти – что? По этому поводу, в соответствии с классическими комментариями, например, Раше, «мне возлюбил я Хашема, потому что он…» или «когда он…» вот тут очень сложный момент. Вот это «ки» – это «когда» или «потому что?» «Потому что Хашем услышал или слышит жалобы мольбу». Вот я не знаю, нужно ли это останавливаться, но в книге «Дгилим», книге псалмов, прошедшее время, оно чаще всего является давно совершенным, это такой перфект ивритский, поэтический перфект. То есть я полюбил это уже в прошлом. По этому поводу. А вот будущее время для поэтического иврита, библейского поэтического иврита – это продолженное время. Это континус. В последовательности времен при этом не буду следить грамматику. Так вот, я полюбил категорически навсегда, потому что Хашем слышит. Вот что вот в этом переводе правильно. Я возлюбил в прошедшем времени, а слышит в настоящем времени. Потому что он всегда слушает. То есть вот такой оттенок. За то, что он всегда слушает жалобы. Я люблю Хашема, подразумевается, потому что он слышит жалобы мои. Потому что он преклонил, ну, ухо свое, слух свое ко мне в час, когда его призываю. Вот еще немножко урок грамматики. Дословно, выимай экран. В день, когда я его призываю. Но для иврита характерно следующее, что то, что в русском языке оборот в час беды и в час веселья, для библейского иврита в день беды и в день веселья. То есть перевод литературный на русский день надо переводить как час, именно вот имея в виду такого сорта обороты. Не в день беды, а в момент беды. Это вот так устроено. И вот это, безусловно, это не комментатор, а это прямой смысл. В час, когда его призываю. То есть в момент, когда его призываю. Окружили значит, меня муки смертные. Несчастья приусподние окружили, нашли меня, пасти для меня. Я нахожусь в беде и в тоске. Егом – это тоска, причем тоска такая смертная. Тяжелая тоска. В печали. Тогда я к имени Гошема взываю, а именно «Ана Гошем Малтановщи». Прошу, Гошем, спаси душу мою. Ханун Гошем в цадик, в элакэйну мэрахэн. Милости в Гошем и справедлив, и Бог милосердия. Вот здесь начинается как раз редкостный вариант, потому что цадик чаще справедливый. Здесь явно, что имеется в виду не справедливость, а тоже милость, как вот сдока отсюда идет, милосердие и милосердие получается. Но при этом, вот, Элла, специально для тебя, мэрахэм, милосердие – это женское чувство, это женская любовь, любовь матери. Машем наделен, когда говорит, вот хэсэд – это мужская любовь, отцовская, а рахамэм – это женская любовь, материнская. Разница очевидна, потому что материнская любовь, для нее не нужна причин. Она по факту того, что это мой ребенок, она просто по... она не нуждается в обоснованиях. шо мэр питаим, ха шэм, выдава цели его щия, ха шэм хранит простафим. Вот питаим, питаим – это внезапно, питаим – это то ли застегнутых врасплох, но если у нас стандарт, тот же, что в книге Мишлей, вот слово пити, да, это словечко из книги Мишлей, и там есть два типа дурака. Один – пити, простафили, а второй – авиль. Это другое слово, тоже из той же книги. А второй – авиль. Разница между ними довольно смешная. Пити – это простафили. А авиль – это подросток, который уверен в своей правоте и которого не переубедить. Вот если простафили, вот пити, я, амин, лэх, ль, товар, простафили, поверить чему угодно. Это вот характеристика. Это именно вот простой, доверчивый человек. А авиль наоборот его словами не убедить. Ну, представляете себе, возраст, когда подросток знает, что он всегда прав. Вот это разница. По этому поводу Шамер Питаим Ашем в Талмуде, например, это цитата очень часто упоминается. когда говорится про то, что что-то можно сделать, опираясь на то, что Хашем храмнит простафили. Например, вообще есть правило о том, что нельзя подвергать себя опасности. Но при этом можно ли ходить в походы, скажем, в горный поход? Ответ, что в те мероприятия, которые большинство народа считает хоть и рискованным, но регулярно это делает, то можно потому, почему? Потому что Шамер Питаим хранит простафили. Там нельзя ночью ходить по улице. Но если надо, то можно. Почему Шамер Питаим регулярно? Но это анекдот, я люблю этот анекдот, он просто хорошо отражает то, что Талмуд думает по поводу этого стиха. Как узнать, вы умный или дурак? Это очень просто. Или Пити. Пити и о-хо-хо. Нужно скатиться с потенкинской лестницы. Если вы встанете и отряхнетесь, значит, вы Пити дурак. А ежели все переломаете, значит, вы умный. Потому что почему вас не уберегли? Потому что вы не Пити, значит. Но это анекдот, очень старый индишевский анекдот, но он как раз отражает, о чем идет речь. Пити это взрослый ребенок такой, доверчивый взрослый ребенок. Ну, то, что хранит детей, зная, что дети вытворяют детстве, всегда поражаются, что они доживают до взрослого состояния. Вот это, это, вот это. Вот есть и взрослые такие люди. И все взрослые такие вещи. В несчастье своем он меня спасает. «Возвратись душа моя к покою, ибо Хачем позаботился о тебе, ты спас душу мою», то есть меня, и глаза мои от слез, и ногу мою от дыхи, от того, чтобы я споткнулся. «Я буду ходить перед Гошемом в земле жизни, в стране живых. Гремантики адабэр они они тим мёд. Я верил, когда говорил, я очень несчастный, а не о марте бэхамзи, я сказал вопримечиво, поторопившись, сказал дословно, что все люди обманутся, или лжицы, на них нельзя положиться. заметьте, вот давайте так, вот эта часть с первого стиха по вот этот не читают в Песах, имеется в виду, в Хольгомо, это Песах, это Харон Песах, и эту часть не читают в расходыше, ее пропускают. вот теперь я хочу акцент, я рассказал, что я несчастный, что у меня есть повод звать Хашеба, но при этом я его люблю, потому что он спасает меня от смерти, от слез и от мелких бытовых травм этероглимидехи, ногу от того, чтобы она споткнулась. Я благодарен за то, что я хожу перед Хашебом в земле живых, да, то есть он меня спасает непрерывно, и я конечно утверждаю, что я очень несчастный, опрометчиво говорю, что все люди обманут, но при этом Всевышний меня всегда спасал, за что я ему благодарен. Это вот это честь. Вот теперь, что читают даже в коротком голове? Что ответить Хашему за все, что он, за все благодеяния его? Косы шу от и са лошем ад на эка под му чашу спасения и призову Всевышнего вы не все вышли. Чашу спасения в данном случае выпьем лыхаем. Вот откуда выпьем лыхаем, когда с нами случилось благо, вот она, вот этот тринадцатый стих, это основание, чем благодарить, бибьем лыхаем. Кос бокал спасения по дыму, он не пустой бокал, и не с водой, как мой, а с вином, естественно. То есть я накрою лыхаем. И не просто в честь призову к имени Хашема. Мало того, перед всем народом исполню обетны данные Хашема. Вот публичность при этом должна быть. Тяжела в глазах Хашема смерть преданных его. Ана Адонай. Ки ани апдэха, ани апдэха бэн аматэха петахтала муссарай. Господи, я раб твой, раб твой сын, рабыни, табы сними аковы мои. Между прочим, это молитва Давида. в, то есть сообразить, где в псалме 68-м, 86-м, наоборот. Лыхая сбах зевах туда, я принесу тебе жертву благодарственную, это жертву, которая опять тот же самый пир, только там бокал вина, а здесь жертва со стола Всевышнего, едят все, кто присоединился, и опять бешев бешэм, 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 аданай акраам, имя Всевышнего, то есть сабрав за столом Всевышніх всех моих, всех людей. Нэдарайла аданай, а шалэм, нэддэнала холамо, повторяется, выпалмі свая дэны перед всем народом, бэхац рот бэйт, аданай, бэту хэх, Ярушалайм, гэнэвыя. В дварах домах Ашэма в Ярусалиме Галилуя. Значит, вот теперь, вот теперь на самом деле мы начинаем понимать, в чем разница. Вот теперь смотрите. К нормальному холелю имеет отношение что сказать Ашэму за все блага, которые он не сделал, выполнить его обеда в храме, ну и так далее. На самом деле, что пропускают в то, что называется хэйт хацы галэль. Хацы галэль это довольно интересная вещь. Хацы галэль читают, когда галэль читать не надо. Вот. Есть сложная проблема, вот Натан много раз спрашивал, почему что-то пропускают в халэль. На самом деле, правильный вопрос, почему в те дни, когда читают хацы галэль, когда читают половину халэля, его вообще читают. Это правильно. Потому что, вообще-то, в эти дни галэль читать не надо. Потому что, правило, оно очень простое. Халэль читают только в праздничные дни, когда есть битульм лаха, когда нет работы. Плюс отдельным постановлением, отдельным постановлением халэль читают в хану. Но это отдельное постановление, которое требует читать халэль в хану. Поэтому, помню, в дни, когда халэля не читают, когда читают половинку халэль читают. Есть большой спор по поводу того, нужно ли читать броход. И, например, рабам пишут, что не нужно, потому что его читают только по обычаю в эти дни. А поэтому его читать вообще не нужно. Единственная проблема это последний день Песх, который, по идее, маякар ходит по основе закона, его ты там читать нужно, но я не буду сейчас приводить все галактические построения, по которым его, может быть, тоже читать не нужно. Не поняла сброход. Сброход, значит, хорошо, я попробую объяснить. Есть махропет, есть полов шульха на руки, между Мехамр, Раби Ессо Фанкаро, который представляет восточные общины, ну, сефардские на самом деле, не восточные, сегодня принято восточные, но, сефардские общины, который говорит, что проход не читают, в некоторых общинах читают проход только, когда читают в первую проху, читают только в, когда читают в общине. Против него высказывается Радемоше Иссо Рис, это Польша, и мнение всего ашкинастского еврейства, который говорит, все равно читают, все равно проху читают. Это спор Шульхана Руфа. Ты бежишь проху перед чтением Галиль? Проход ход 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 Ну, читают проху перед тем, как читает Галиль. Вообще-то это спор Шульхана Рухи. Там мы читаем. И так поступает, как пишет Мше и Сервис, и так поступает Бандинот Элу в наших странах. В наших странах это ашкинастские страны по определению это германно-ганаличные евреи. Конечно, хорошо. Значит, по обычаю мы это делаем, но это не более чем обычай длинное объяснение, почему это нужно делать, потому что тогда получается, что вы произносите благословение на обычай. Вот давайте я пример приведу, может быть, я не знаю, насколько это интересно. В День Независимости те, кто читают Галиль. Есть люди, которые читают Галиль в День Независимости. Например, в Синоподи Маханай. Читают полный Халиль или Хаци Халиль. Отвечаю, вообще-то в Синоподи Маханай читают полный Халиль. Считая, что есть отдельная Галаха, которая разрешает читать Халиль, в дни, когда произошло чудо. Так как сионисты считают, что День Независимости это день чуда, день, когда произошло чудо, это основание, почему они читают Галиль в этот день. Есть два спора вокруг этого Галиля. Читают ли Браху в этот день, и не надо ли читать Хаци Галиль, не надо ли читать Галиль с пропусками. Галиль с пропусками никто не читает, хотя я считаю, что довольно обоснованно, наверное, надо, но тем не менее, так как есть одно мнение, которое говорит, что надо читать Хаци Галиль с пропусками, то так как оно одно, то можно его не принимать во внимание. Вопрос об Брахе перед Галилем в Йом Гац Маум. Вот думаю, что самый хороший пример это Ешиват Гарав. Знаете, такое заведение в Иерусалиме есть? Ешиват Гарав это Ешива Рава Кука. Ну, и его учеников и последствия. Так вот, там Шалиях Цебур читал с благословением, хотя Рош Ешива доказал, что надо читать без благословения. Но Рош Ешива не мешал, хотя он считал, что это неправильно. Насколько это все идет, то есть вот настолько это идет вот на таком путь. Значит, надо будет у Рава Якова спросить в нашей Ешиве вот в этой в Малой Думинской читают с брахой или без? С брахой. С брахой? Журием отмаут. С брахой? Не желаем, конечно. С ума сойти. Почему? Понимаете, в чем дело? Я учился в Ешиве, где мой Рав говорил, что в этом вопросе читать Галель и читать Летахан он Галаха как Бен-Гурион. Ну, я учился в Харидиме на Ешиве, вы учтите эту подробность. Галаха как Бен-Гурион. Он не читал ни Галель, ни Летахан. Ну, шутка понятна, потому что он вообще ничего не читал. И никогда не читал ничего. Да, шутка это понятна, но надо сказать, что, кстати, вот Харидим на Ешиве, в которой я учился, в Йом Ацманут не читали ни Галель, ни Тахану. Тахану тоже не читали, то есть считали, что этот день имеет праздничный оттенок, это довольно существо, потому что в Харидиме общины считают, что это имеет праздничный оттенок, как минимум не читают Тахан. Довольно такой существенный монет. Не, измени меня, пожалуйста, я не поняла, ты имел в виду и Таханун, и и Галель, я не... То есть вопрос, послушайте, здесь два вопроса, которые в Йом Ацманут, это отдельная тема, надо, можно ли в Йом... Люди, которые... Значит, нужно ли читать Галель, ответ сионистов, Гешива прав, а это главный законодатель сионистов, и их мнение подтверждено, Рабанут Рашитла Исраэль, главным Рабинатом Израэля, что в Йом Ацманут следует читать Галель. Здесь все понятно, да? Значит, официальная наша контора, суд, постановил, что надо читать Галель, Йом Ацманут. Есть... А в Йосахавиха не читают, что ли? Что? В Йосахавиха читают? В Йосахавиха, конечно, читают, а не сионисты. Ну, да. Так, но вы забыли про то, что существует в Израиле харидинная община, для которой решение Мерказ-Харав не указ, и решение Рабанут-Харашид тоже не указ. В каком смысле? Вы долго будете смеяться, в каком-то смысле указ, потому что там решение Верховного суда Рабанута регулярно принимается во внимание и решается, как они сказали. То есть их не указ, это довольно странная такая вещь. Она в каких-то вопросах указ довольно серьезная. Они вполне, они очень серьезно относятся к решениям Мерказ-Харав Рабанут-Харашид, Судар-Харав Рабанут-Харашид, они вполне очень серьезно относятся к этому заведению. Но при этом в харидинных общинах, как вы знаете, не принимают некоторые обычаи Израиля новые. Все новые обычаи Израиля они не любят. И по этому поводу они не читают Галаль в Емко-Оцмолу. Просто не читают в харидинной общине. Во всех харидинных общинах Израиля. Здесь все ясно и просто. Вопрос о Тахану. Тахану не читается в дни, в которых есть хоть немножко от праздника. То есть вот немножко от праздника, например, Тахану не читает в синагоге, где есть жених в семь дней веселья, не читают, например, там, где есть Сандак, там, где есть Мойль, или там человек, которому предстоит бритмила. То есть там много таких поводов есть не читать Тахану. Потому что здесь у нас в синагоге немножко праздника есть. Вопрос читает ли в харидинной общине, которая не читает Галаль, Тахану, это второй вопрос. зависит от общины. Есть разные харидинные общины. Почему-то куча народу представляет себя харидинную общину как что-то единое и монолитное. Это неправда. Она не единая и не монолитная. Это очень по-разному скроенное общество людей. По этому поводу там, где я учился, Тахану не читали в нем Хацмол. На Галаль тоже не читали. Мэр, а в Агаде я забыла. Мы же говорим про Ху? Где? В Агаде, да. Перед Галиль. У меня такая у меня такая пасхальная Агада нет. Перед не читают, потому что ночи не читают. Перед Галалем не читают, естественно, потому что ночи не читают. А после читают Халаль Гагадоль 136-й Псалом и в конце после Мэлли Мишима Схойр Хай Мэлх Мухулаль Батюш Бахот говорят, Брахум Мэлх Мухуля Мэлх Мухулаль Батюш Бахот и о последний. И о последний. При этом о последний Брахеа спор такой, который большинство народу ну там не будет входить. Значит, теперь, вот теперь коли на то пошло, главный вопрос состоит в том, что его читают по обычаю, потому что Рош Ходыш со времена, вот он сейчас у нас несколько его значений понижено, но, скажем, когда читают книги пророков, мы хорошо видим, что Рош Ходыш воспринимался как праздник и отмечался как праздник. Более того, в этот день, например, запирались в магазине, в этот день не выходили на работу, то есть Рош Ходыш был выходным днем у пророков. Это не день Исурмлаха, это не день, когда запрещена работа, но воспринимался как праздничный день, и у пророков, мы это видим практически у всех пророков, регулярно упоминание идет Рош Ходыш как праздничный. По этому поводу он воспринимался как такой полупраздничный день. Поэтому в него, я думаю, со времен незапамятных читали Галель, но как бы этот Галель, он установленный по обычаю, вот так как праздник, то мы и Галель прочли. Поэтому он читается не полностью. Что пропускается? Пропускается, как это ни странно, просьба, пропускаются те части, которые связаны с просьбой. Дело в том, что для того, чтобы понимать, о чем идет речь в Галеле, мне кажется, что прав автор книги Шамми Шмуэль, это последняя хасидская книжка, написанная в истории на рубеже XIX и XX века. И считается, что на этой книжке ставится точка в хасидской литературе. Только не говорите это хамбатникам. Значит, ну, как бы, вот, общепринятые хасидские книги, которые приняты всеми хасидами, вот, всеми дворами, там, уважаемые книги Шамми Шмуэль последние. То есть, заметим, что книги разных ребес, от разных дворов, написанные до этой книги, читают все хасида, всех на проблему. Ну, исключение, естественно, там, Братславские, у них своя литература, и хамбатники, у которых тоже своя литература. Остальные, как бы, единое целое, все равно, кто написал, как бы, все ребес заслуживают чтения, как минимум. Шамми Шмуэль последняя книжка такого рода. И автор Шамми Шмуэль, безумно уважаемый, особенно сегодня, кстати, книга, которая цитируется чаще всего. Значит, автор ее пишет одну очень важную вещь, что мы привыкли к тому, что служба Всевышнего проходит либо делом, либо мыслью. То есть, вот, автор Бахья Ибн Пакуда, который написал книгу «Обязанности сердец», вот, великолепная книга, так хочется, чтобы она была современным языком написана, она очень тяжеловесно написана, ее переводы на еврит, она на арабском написана в оригинале. Значит, он пишет про службу Всевышнему сердцем в смысле мудрости. Сердце, все-таки, мы же в еврейском мире, у нас сердце это источник мысли, скорее, чем чего-то другого. По этому поводу, служба мысли, служба разума. Он об этом пишет книжку. Шульхан Армух это книга «Как служить Всевышнему действиями, поступками». Так вот, Шамиш Мюль говорит, что халэль это та самая случай, когда службы Всевышнему чувствами, именно Бревиш чувствами. И это редкое направление в еврейской мысли, оно у хасидов очень развитое, но если мы говорим о еврейской философии, я знаю одного только человека, который ставит на этом акцент, это, конечно же, Равхиздай Крескес. Равхиздай Крескес в книге Оргашем «Свет Всевышнего» очень много пишет о том, что главное в службе Всевышнему это обязанных чувств. Это именно то, с чего начинается этот псалом. Агапти и вот то, с чего начинается наш псалом, агаптики и швагаше. Вот заметь, что важно. Я не благодарен за то, что он услышал, а я это люблю. Я люблю. Вот это область чувств. Любовь это область вот замечен. Любовь это не действие. Вот у меня есть знакомый психиатр, который регулярно говорит, что любовь это регулярная путаница. Любовь это не действие, не глагол действия любить, а любить это глагол состояние. Вот в русском языке мало есть глаголов состояние, в в рите очень много. Глаголы, которые описывают состояние человека. Например, глаголом быть маленьким, быть большим. Кстати, по норме иврии, это как-то не странно учиться глагол состояния. Он не описывает действие, а описывает состояние человека. По-моему, это очень глубокая, очень важная мысль, что учиться это глагол, что со мной происходит, а не что я делаю. Вот это очень важная такая область есть. Вот всегда язык, человек же думает языком, правда, чтобы там не говорили разные люди про это. Человек думает на том языке, на котором он думает. А по этому поводу и он воспринимает мир через языковые понятия. Поэтому если вы врите учиться глагол состояние, а не действия, то это очень важное понимание восприятия мира. Вот давайте я дефект покажу. Иврит не знает, вы говорите, нет глагола я умею. Иврите такого глагола не существует. Вы говорите, есть глагол я знаю. В результате очень большие трудности в педагогике, потому что израильские педагоги очень плохо ощущают разницу между сделать так, чтобы ученик знал, и сделать так, чтобы ученик умел. А это разные вещи. Вот заметьте, на русском языке, так как есть два разных глагола, то это очень легко. Мы все понимаем разницу между этими двумя вещами. А в иврите ивритские педагоги это очень плохо ощущают. И это им очень надо долго объяснять, это сложно для них, потому что просто в иврите нет соответствующих двух разных слов. То же самое, ежели учиться мы воспринимаем как состояние, в котором пребывает человек, то это не труд, который я делаю, это я в состоянии. Вот я расту, я трудов не предлагаю к этому, это мое состояние, я расту. То же самое, я учусь это отдельное состояние. Вот то же самое, наш псалом начинается с состояния, я люблю, я ничего не делаю, вот куча народу, просто из-за того, что в русском языке любить, это вот не очень хорошо понятно, и куча народу просто не понимает этой тонкости, это состояние, я люблю, это мои чувства, это глагол, который передает мою эмоцию. По этому поводу актор Шельми Шумуэль говорит о том, что халейль это тот самый случай, один из немногих случаев, когда мы слушаем Всевышнему предчувствами, не мозгами, а чувствами. Я люблю за то, что Хашем, я люблю кого? Хашем, пропущенное слово, слово Хашем, вот это, надо повторить, как бы, я люблю Хашема, потому что Хашем слышит. Вот это область чувств, но как бы что пропускают? Пропускают, значит, есть теория Рава Лихтенштейна, которую все повторяют, и в общем, потому что он прав кругом, и это очевидно, но кто-то должен был ясно это выразить, вот то, что, ну, как бы это сказать, решенные задачи простые, когда он это сказал, то все сразу поверили, все сказали, что он кругом правил. Есть как бы две вещи, холэли гадаа, прослабление и благодарность, разница в области чувств, благодарность это в области именно чувства, человек испытывает благодарность, человек любит испытывать благодарность, холэль это из области действий, он прославляет, какие у него там чувства, это давайте так, человек, который бесчувственно прочел холэль в дни, когда предписан галахой прочесть, холэль, он выполнил свой долг, он пришел в синагогу, публично со всеми прославил Всевышнего, как ему предписано, никаких особых чувств он не испытал, но он выполнил свой долг. в графе заслуги ставим галочку, он прочел прославление. Когда речь идет о благодарности, то здесь как бы даже Талмуд отлично понимает, я сейчас не буду всю глагическую сторону благодарности излагать, которая существует, но в Талмуде в законах, связанных с, как ни странно, с имущественным правом, есть довольно много о благодарности. Можно ли некоторую вещь делать за благодарность? Имеется в виду там всюду простую вещь, что ну где-то на уровне ты мне, я тебе. Я не ожидаю, что ты мне заплатишь, но я ожидаю, что ты помнишь и будешь благодарен, и где-то мне отплатишь тем же. Благодарность это не из области чувств, а из области отношений, даже финансовых отношений, как это ни странно. Но вообще-то благодарность это такое же состояние и чувство, это из области чувств, как раз благодарность это из области чувств. Вот для того, чтобы было понятно, что я пытаюсь сказать. Слово «туда» «спасибо» это тот же корень, что и «года» «благодарить». Вот, например, Псалом 117 начинается. «Прославьте Хошема все народы, славьте, ну, славьте Шенах это славить это самое, все племена, да, и кончается Галлилуйя». Вот это Галлилуйя, да, вот самый короткий Псалом, который есть, самая короткая глава во всем Панахе, два стиха, даже нарушается правило, что полный отрывок меньше трех стихов вообще-то в Галлахе, но у нас есть единственный пример, где у нас целый Псалом два стиха. Гавар «Алейнохазда», кстати, 17-й Псалом, он действительно просто я, например, безумно его люблю именно вот за этот оборот. «Ибо нас победило его милосердие, нас победило его покровительство», вот если вы хотите, «Ибо Гавар, да, сила, мы побеждены его милостью». Вот это, если дословно, естественно, в переводе мы такое не можем поставить, но буквальный смысл вот этого стиха, «Ки Гавар Алейнухазда», мы его славим, потому что мы побеждены его милосердием, и истина Гошема в веке, на веке. Это Галель. Это слава. За это а вот теперь 118-й сразу за ним. Году. Году. Это уже не Году. Вы меня извините, но вы все знаете греческое Ода. Ода – это стихотворение, которое кого-то прославляет. А это благодарственная Ода. Году. Благословить, благодаритель. Вот это вторая часть Галеля. То есть Галель, как бы, он состоит из двух частей. Из Году Благодарности и из Галеля. Словословие. Будьте благодарны за то, что на веки покровительство его, это довольно сложно. Потому что благодарите, славьте Хашеба за то, что он благ, за то, что на века его это самое, это одно требование, и это нетрудно. Галель – это сказать, что я ему благодарен. Не сказать, знаете, вы меня извините, я постарше почти всех вас, и что такое масс фатайм, налог на уста, знаю там на уровне подкорки. что нужно сказать, потому что я обязан это сказать в слове. Легалель – это не труд. А вот быть благодарным за что? За то, что благ, за то, что всегда его… Вот это уже обращение к чувству. Не благодарите, а будьте благодарны. опять поставить в повелительное наклонение, будьте благодарны, по-моему, не очень хорошо, просто потому, что это противоречит моим представлениям о возможности. Но не как повеление, а как рекомендация к настроению чувств – это 118-й плану. Скажите это теперь… Вот теперь пусть скажет весь Израиль келолам хаздо. Пусть скажет весь Израиль, что навеки его минус. Вот сказать это из области Галель, а быть благодарным это из области Годая, из плоскости Модэ. Гемрун набейт Аарон. Пусть скажет Дома Аарона. Пусть скажет боящийся Гошема, потому что навеки покровительство его. И опять то же самое. Мы уже встречались с этим, с этой темой. Когда вы обнаружите, пусть скажет Израиль, пусть скажет Дома Аарона, пусть скажет боящийся Бога, то так как Израиль уже есть, Дома Аарона уже есть, кто остается среди Горей Гошем? Ответ Гои. Которые Гои, которые Горей Гошем, которые боятся. Ну, в Талмуде Горей Гошем, если кому-то интересно, это чисто историческое явление. Вокруг Израиля еще хватало людей, которые были этакими полуевреями. И вот могу вам показать кучу мест в Талмуде, где это встречается понятие. И там где-то в районе первого-второго века были такое массовое явление полуевреем. Они гиюр не делали, но кучу еврейских обычаев совершали. И они были вполне кошерными людьми, но при этом окончательный переход не совершали. Вот для Талмуда Иерой Гошем это вот эти. Но это для Талмуда. А для нас есть люди, которые боятся Всевышнего среди всех народов. Это отдельная тема, кто это такие. И дальше опять начинается Мингаметцер карате я ванэнэ бы мэрхавья. Из глуби истеснин возвал я Гошему и ответил он мне широтой, со всей широтой, божественной широтой. Вот об таких оборотах есть некоторый спор, что мэрхавья это как бы божественный простор, не просто ну что в смеху тебе надо воспринимать не просто простором, а божественным простором. Господь мне вот опять то, что на русский невозможно переводить, надо переводить за меня, конечно. Ло и Ра, не убоюсь, что мне сделает человек. Гошем не помогает и я не боюсь врагов моих. Топ лахасот лучше полагаться на Гошема, чем полагаться на человека. Топ лахасот башем и ток мы наделим. Обратите теперь внимание, вот теперь мы видим про форму холейна. Вот ясно же, вот им вот шестой стих. Хошем лилуи рам а сел и адам. Адам. Вот что идут парными стихами. Хошем мне я не убоюсь, что сделает человек. Хошем за меня опять, помощь мне. Я не боюсь врагов. Обрат внимание, что повторение. Лучше полагаться на Хошема, чем полагаться на людей. На что следует вторая часть. Лучше полагаться на Хошема, чем полагаться на вельмож. Обратите внимание на повторение стихов. Практически все уверены в том, что скажем, вот в данном случае перед нами некоторый образец, как читается Галель в храме. Вот ведущий Хобел Адонай Китов Килам Хаздо, Гемру на Исраиль и собравшись Килам Хаздо, Гемру на Бейт Аарон, вот все хором дома Аарона пусть скажет Килам Хаздо, Гемру на Герей Адонай и все хором собравшись независимо от происхождения Килам Хаздо. Значит, и дальше Гошемли Лой Рам Май Ас Али Адам провозглашается. На что отвечает Гошемли Бо Оз Рай Гошемли нет помощи, я не боюсь врагов моих. Значит, ведущий лучше полагаться на Хошема, чем полагаться на человека, собравшийся. Лучше полагаться на Гошема, чем полагаться на Вермош. То есть, идет вот такой диалог. Смотрите. Окружили меня всяческие народы и именем Всевышнего я сокрушу их. Следующий стиль. Окружили и окружили Сабунигам Сававуний. Окружили и окружили, но именем Гошема я их сокрушу. Значит, дальше Сабуники дворин до Аху кэшко цим вишем аданай кэм милам. Окружили как пчелы ахватили словно пламя сухой терновник и именем Гошема я их сокрушу. То есть, я хочу заметить опять, что такое чувство хорошее. В Сидуре, когда вы откроете, начиная с этого места, вроде бы, идет непрерывный диалог, и когда диалог кончается, то к концу этого псалма начинают уже сами собравшиеся просто повторять кучу стихов. Обычаи, упоминающиеся в Талмуде, и похоже, что во времена храма он именно такой был. Но понятно, что вот такое вот действие, которое здесь происходит, и замечу, оно идет ходу, то есть, и речь идет вот именно эта часть, это такую ходу, благодарность, которая должна завести всех собравшихся. Холь ринавишуа боголый цадики, голос радости и ликования, и победа может быть, слово забрать внимание на повторение тем, кстати, вот для тех, почему именно блоком читается, потому что не умру, но буду жить и рассказать в деяниях Всевышнего. Опять, любимая иврит шутка, ну не шутка, а такая со слезами произносимая в видящей культуре, «Я приду станцевать на твоей могиле», адресованной врагу, это вот это. И эта тема «Мы выживем, и это будет победа, просто выжить». Оно, например, вот в этом псалме, в 115-м псалме «Не мертвые славят Всевышнего, и не нисходящие в молчании могиле, а мы живы, благословим Хошем». Халилуя. Вот это ода жизни выживших, что сам факт выживания является основой и для благода, и для халеля, и для году, которое в 118-м псалме, и это вот некоторая основа еврейского восприятия мира. Я выжил, и это победа. Это повод для благодарности, это провод для словословия, и вот это ощущение должны возникнуть при псалме. Вот ежели вам нужна тема для медитации на халлее, а слово медитация, оно регулярно абсолютно правильное для ивритских культур и молитвы, медитация на тему, то это попробовать взвинтить на уровне чувств то, что здесь сказано. И что это ода выживших, это одна из, вот не ода победи, а ода выживших и благодарных за это Всевышнего, это одна из основных тем, один из важнейших мотивов халлея. И я-то считаю, что он супер важен по этому поводу, когда вы читаете халлею в ночь праздника, где в ночь праздника ничего ведь не пропускают, в том числе те части 116 и 115 псалма, где говорится о несчастье. Вот замечу, что в Росходыш не говорится о пережитых несчастьях, пропускается именно части с несчастьем в 101 половина 115 и первая половина 116 псалма. В праздник, в праздник, когда человек свободен, поговорить о несчастьях как ступеньки к радости можно, а в день, который не очень предназначен, там есть всякие заботы, расходы, там незачем, просто оно там лишнее. Вам не нужно говорить о горестях как ступенька к будущему радости и веселья. Вот это некоторая идея, почему именно часть прошлое, от которого мы избавились и потому благодарны. Вот эта часть, она пропускается в дни, когда нет времени сосредоточиться. Вот как бы в те дни, когда читают не по обязанности, а по обычаю, как бы пропускают все несчастья. Их оставляют в прошлом, их не было как бы забыли. Этого всего не было. В праздники, а тем более в Песах, когда мы вспоминаем исход из Египта, то 49 врат несчастья египетских, которые являются началом подъема, там это упоминание обязательное. Там это основание для благодарности прошлой несчастья как основания для благодарности в настоящее. Собственно, вот то, что я хотел сказать про псалмы, про халэль, и мне кажется, что это самое важное, что есть в халэлье. Ну, сегодня вы учитываете, что каждый год тара меняется, и наше восприятие мира меняется, но то, что халэль это инструмент для настройки чувств, это, по-моему, является самым важным, и то, чему нас учат хасидская традиция, и то, что есть в самом халэле, в самой природе халэля. то есть вот это попробовать настроить чувство, а не принести дань уст, то, что на иврите очень метко называется масфатаем, в русском, к сожалению, я очень жалел, что в русском нет такого новооборота, потому что муж очень хороший оборот. Это, по-моему, очень важно. Ну, вот где-то так, что надо сказать про халэле и то, что я сегодня хотел рассказать про халэле. Окей? Окей. У нас сегодня дамы, по-моему, да? У кого-то есть вопросы? Вот я, например, так как вот сегодня говорилось про начало 116 псалма, так я так понимаю, что вот когда Агафти там говорится, то получается, и вот это мы говорили, вы говорили про чувства и всё. Мне кажется, что это как раз как бы признание некой человека, что человек чувствует взаимную любовь. Понимаешь, тогда и я в этом, и я тогда не вижу как бы в этом, почему нужно его пропускать. например, я чувствую, что я чувствую эту любовь. Всё замечательно, но пропускается из-за третьего стиха. Третьего стиха. окружили меня страдания смертной, муки смерти, беды адские нашли меня, несчастье, я нахожу себя в несчастье и тоске. Вот из-за этого пропускается вот этот третий стих, который замечу. Третий стих является как бы ступенькой, на котором стоят первые два стиха. Тут же понятно, что структура. Я люблю, что он услышал, что он склонил ухо, когда его позвал, но в каком состоянии я был, когда его позвал? Когда меня окружили муки и так далее. Вот это пропускается. Пропускаются вот эти несчастья. Понятно. пропускается вот этот стих. То же самое в 115 псалме. Что пропускается? Пропускается ло лану адуная ло лану келышим хатен хамо. Не нам, не нам, но имени тего. Почему говорят Гоя, где ваш Бог? Где их Бог? Вот то же самое, между прочим. Это же в Эйхе, это же тема книги Эйха, одна из тем книги Эйха. То есть это эйха плач эльмя его. Значит, страдания, выяснилось, первые, второй стих и первый стих 115 псалма, они сказаны в несчастье. Тут нет сомнений в этом, потому что ни в какой другой строй, ни в какой другой ситуации это не может произнести, потому что на самом деле все прекрасно понимают, насколько параллелен стих ло лану адонай, ло лану и лэшимха, не нам, не нам, Господи, а имени Твоему, насколько он параллелен эль-некамод хашем фо фиа, бог отмещения хашем явись, насколько это параллельно, насколько они не параллельные, а рефренные, насколько они друг другу подгоняются, и то и другое в несчастье произносятся. Именно это пропускается, пропускается несчастье. Потому что там, где читают халлель по обычаю, нет обязанности прочитать халлель, но мы все равно читаем, там несчастье пропускают. Не будем говорить о несчастьях, мы будем говорить только о благодарности и о халлеле, и о словословии. Мы пропустим, потому что мы не обязаны это даже произнести. Мы вообще ничего не обязаны, но мы это читаем, потому что так установлен обычай, а не потому что мы обязаны читать. Тем не менее, мы это пропускаем, потому что незачем. Незачем это сегодня упоминать. Окей? Спасибо, понятно. Окей, тогда я хотел некоторое техническое... Элочка, секунду, секунду, раз я начал... Секунду. У меня не вопрос. Секунду. Я хотел сказать, и те, кто слушал записи, это наше последнее занятие по теме псалмов Таилин. В этом заплыве-забеге возможно, мы продолжим это в будущем, но на сегодняшний момент это последнее наше занятие, которое завершается вот тем, что мы завершили и Алель, Песох и так дальше. После Песоха Безлат Ашем с Божьей помощью есть идея открыть новый курс, который будет называться «Евреи и деньги». Соответственно, следите за нашими сообщениями. Соответственно, те, кто будут смотреть это в запись, если у вас есть вопросы по Таилин, пожалуйста, группа в Телеграме, а ссылка на нее есть в описании этого видео или будет в описании этого видео, пожалуйста, вы можете в этой группе, которая будет существовать и дальше, можете задать свои вопросы. Окей? Понятно. В общем, «Евреи и материализация духов». Мэра, какой Псалом читают в Муцея-Шаббат? Что? В этом Муцея-Шаббат не читают? Ну, не в этот, а вообще. Какой Псалом читают? А, 90-й, тот самый, Ширпагаи. Какой? Ширпагаи. Муцея-Шаббат, этот самый, 91-й, Дюшек-Бесетер-Ильян. Да, но мы его читаем всегда перед сном. Ну да, потому что Ширпагаи. Это Псалом, который отгоняет нечисть. И то есть его читают в Муцея-Шаббат и читают... В Муцея-Шаббат его читают, потому что человек лишился кусочка души, и в этом же момент у него душа голая, и для этого ему положено отогнать всякое разное от себя. Поэтому он читает в Муцея-Шаббат. Но, ежели суббота доступает с праздником, то, ну, в общем, долго обещать, в общем, короче, он не читается. Ну да, это там даже написано все дуровы. Спасибо. Окей, тогда мы на этом заканчиваем. Всем спасибо. Можно сказать, Песар Кашер в Исамеях. Главное. Уже близкие. Спасибо. Окей, всем счастливо, пока, все равно. Подожди, а занятия будут в это же время? Ну, после Песоха уже. После Песоха, да. Ну, в этот же день? Ну, подожди, смотри за объявлением, мы не будем сейчас. Думаю, что да. Окей. Субтитры создавал DimaTorzok,